Так, ребята, я вчера почистила передний дворик, называется фронт-ярд. Сейчас нужно чистить бэк-ярд, задний дворик. Видите, сколько работы? Вот это листья, их нужно поубирать, пособирать, поподметать, потому что пойдут дожди и будет неприятненько. Везде вот понападало, и оно потом будет гнить, потому что сегодня тепло. Вон сколько листьев. Кстати, дедушка, слава богу, живой, этот наш сосед, и ему тут работают люди, видимо, он им подплачивает, и они убирают у него листья, вон, у него травка чистенькая, у меня, видите, как. Все нужно убирать, наводить в порядок, вот это посрезать, печик, розочку подрезать. Так что сейчас приступлю к работе. Привет всем, сегодня должна была ехать в Вашингтон, и так неприятно, вообще написала своей знакомой, с которой мы должны были встретиться, и она мне так не ответила. Поэтому я перепланирую свои дела, вот сейчас буду чистить свой маленький огородик, и решила пока светло с вами поболтать. Меня зовут Света, я политэмигрантка, журналистка из Украины, это для тех, кто меня видит впервые. Позвонил муж, уже едет домой, и у меня такие воспоминания в моей голове, мои первые дни, как я сюда приехала, вот сейчас я сижу, и только сегодня подумала о том, может, мне бросить курить впервые за свою жизнь. Я начала курить, в 13 лет попробовала, спасибо подружкам из школы, и уже начала постоянно курить, в 18 лет, когда переехала в музыкальное училище из Мурманска в Севердонецк. Была такая компания, а я жила в стрессовой ситуации, у меня была неблагополучная семья, и эта стрессовая ситуация продолжалась вот до сегодняшнего дня фактически. Так вот, когда я приехала в Мэрилэн, то мой муж жил с квартирантом, это был не просто квартирант, а еще и любовник его бывшей жены. Этой женщины сейчас нет в живых, но с моим мужем жил квартирант, это отдельная история, о которой я расскажу. Так вот, когда этот квартирант уезжал на работу, я оставалась здесь на заднем дворике, дышала этим воздухом, смотрела на эти деревья, я чувствовала себя как, знаете, как в каком-то санатории, в каком-то, на какой-то зоне отдыха, и моя душа отдыхала, и после всего пережитого, вот как я переезжала сюда, в Америку, как это все было сложно, я наконец-то вот здесь, вот именно здесь отдыхала душой. Сейчас я хочу поговорить о другом, потому что у меня такие вот воспоминания. Раньше, конечно, занимался домом полностью мой муж, а сейчас он все переложил на меня, так сказать, с моего согласия, разумеется, потому что если бы я не хотела, я бы это не делала, просто я хочу ему помочь, я не работаю в данный момент, а он все оплачивает, поэтому должна быть такая вот, какая-то совместимость по труду, по взаимопомощи. Я бы, если хотела, я бы, конечно, на все это плюнула и ушла на работу. Но я так поняла, что моему мужу так лучше, так комфортнее, потому что он тоже здесь натерпелся в Америке, вот, и он мне говорил, что если бы не я, то его бы уже не было в живых. И вот первая такая ситуация случилась, когда я реально спасла жизнь своему мужу, своему будущему мужу. Мы тогда еще не были женаты, это были первые дни в Мэрилэнд, я только совсем ознакомливалась, оглядывалась, и была такая, знаете, как мышка, ничего не знала, ничего не понимала, вообще, куда я приехала, с кем я буду жить, где я буду жить. Вот, и мой муж, я приехала сюда в начале июня, 6 июня я сюда приехала в 16-м году, и он вот сейчас я чищу, собираюсь чистить огород, да, я за этим всем ухаживаю. У меня там есть видео, как я здесь садила реальный огород, вытаскивала балки, большие камни из земли, наверное, соседи подумали, что мой муж взял меня в рабство, это было страшно, конечно, почва здесь никакая, посмотрите, у меня там есть на канале это видео, здесь был строительный мусор, и я решила развести здесь грядки, завозила землю, сама все копала, потому что муж постоянно был на работе, вот, но потом из этого ничего не получилось, когда мы завели собаку, мы здесь просто, я здесь просто постелила траву. Так вот, этим всем занимался мой муж, почему я, собственно, начала эти грядки здесь разводить, как-то мой муж брякнул, что вот его бывшая жена здесь выращивала огурцы, помидоры, и меня это так задело, думаю, я же тоже могу, хотя я выросла на асфальте, я городская, никогда этим не занималась. И вот я решила совершить подвиг, который нафиг никому не был нужен. И вот как раз в 16-м году, летом, мой муж пошел косить траву сначала здесь, а потом на фронт-ярде. И у нас от фронт-ярда, то есть с переднего дворика, чтобы все это носить, всю эту листву, траву, листья какие-то, веточки, мы это выбрасываем в лес, да, вот здесь вот лесополоса, и туда можно выбрасывать. И он проходит вот так вот, и садится рядом со мной. Говорит, я уже все скосил, нужно теперь поносить мусор. И говорит, знаешь, меня осы покусали. Я его спрашиваю, у тебя нет аллергии? Он говорит, нет. Ну и у него такая улыбочка. Я начинаю что-то подозревать, говорю, сколько тебя осы кусило. Оказывается, там, на фронт-ярде, там есть такие деревянные перегородки, и там завелось осиное гнездо. И он этого не заметен. Чимона расшевелил, видимо, это гнездо, и вся эта стая бросилась на него. Его в один момент укусило 15 ос. И вот он сидит здесь на стуле, квартирант-бывший любовник жены моего мужа. Мой муж на тот момент, то есть до всех этих событий, пока она не умерла, он с ней уже не жил, они подавали на развод, собирались подавать этот дом. И вот бывшая жена завела себе этого любовника. А потом этот любовник притащился к моему мужу с просьбой у него пожить, потому что ему жить негде было, он не зарабатывал, семья от него отказалась. У этого мужчины было трое детей, которые с ним не общались. И вот он притащился к моему мужу после похорон. Он, кстати, похороны организовал полностью мой муж, потому что на тот момент они были женаты. Этот любовник не дал ни цента, ни копейки, как у нас говорят. Вот моему мужу пришлось пережить еще это. Ну и сидит вот мой будущий муж, на тот момент еще мужчина, который за мной ухаживал, который меня сюда пригласил. И я смотрю, ему становится плохо, он начинает задыхаться. Говорит, я пойду полежу. А я уже рассказывала, квартирант жил вверху, у нас там две комнаты, две спальни, это называется два бэдрум. А меня муж поселил здесь, вот в бейсмент внизу, где я сижу. Тут есть такая комната, теперь здесь мужа кабинет. А мой муж жил тоже рядом, в техническом отделе, там стоял диван. Он как бы сторожил меня. Вот. А квартирант, да, он жил там как хозяин дома фактически. То есть его распоряжение было вот эта вот комната отдельная, там была ванна, туалет, кухня, естественно. Он не спешил выходить на работу, он выезжал, тоже работал на уборе в 4 часа, приезжал в 11, потом до 3 ночи общался на сайтах знакомств, пил и так далее. И, да, я отвлекаюсь, как бы, я без бумажки, без сценария. Просто хочу поделиться этими воспоминаниями. И муж мой прилег вот здесь вот на кровати. У меня все, у меня сердце дрогнуло, я к нему подхожу, смотрю, он начинает опухать. То есть сначала у него опухло лицо, и я смотрю, опухоль пошла на горло. Мой муж начал задыхаться. И когда я увидела такую реакцию страшную, я начала кричать. Зову этого квартиранта, немедленно спустись, Володе плохо, а он не спешит. Я кричала, как сумасшедшая, схватила телефон и хотела звонить, набирать 911. И подходит так в развалочку этот вот квартирант, я не буду называть его имени, говорит, что случилось, я говорю, Володе очень плохо. А он стоит с улыбочкой и все это наблюдает. Я говорю, немедленно вызывай скорую, потому что у меня плохой английский. У него хороший был английский. И все это было так не спеша. И у моего мужа, простите, начинается диарея жуткая. Из него буквально начинает все вылетать. Это видео, конечно, для взрослых. Я, извините, забыла предупредить, чтобы убрали детей. То есть он каким-то образом долезает до туалета и все, и выйти уже не может. Этот Виталик наконец-то вызвал скорую. Я кричу, срочно, срочно. То есть он на телефоне объясняет. И когда скорая сюда едет, человек, который вызывает эту скорую, должен быть постоянно на телефоне. То есть чтобы люди понимали вообще, что происходит, какая ситуация. Да, нужно отдать должное. Скорая приехала моментально. Приехала. Причем они приезжают. Три бригады. Это пожарная, полиция, скорая. И заходят девушки, и там была одна или две девушки. И человек, наверное, семь парней. Такие молодые, мускулистые парни. И вот мой муж канает в туалете. Ну, задыхается, он уже не мог дышать. И я кричу, я уже по-русски кричала, как ненормальная. Пожалуйста, помогите, быстрее, быстрее. И они его выносят на носилках. И я беру этого квартиранта за шкирку. Меня в машину не пустили, потому что кто я? Я никто. Беру квартиранта за шкирку и говорю, мы едем за этой скорой, едем в больницу. И вот таким вот образом удалось мне спасти моего мужа. Потому что если бы меня не было в этот момент рядом с ним, возможно, его уже не было бы в живых. На самом деле все это было страшно, потому что я не знала, как мне быть, как мне действовать, как звонить, что говорить. То есть я помнила 911, да, из наших фильмов. А что делать? То есть или имела я право звонить, а этот квартирант еще говорит, не нужно скорую вызывать, потому что ему потом придется платить большие деньги за сам этот вызов. Для понимания этот вызов потом нам обошелся в 1200 долларов. То есть не мне, а моему будущему мужу. Да, действительно, это дорого, но как бы выбирать не приходилось на тот момент. И меня удивила реакция этого человека. Потом я поняла, почему была такая реакция, почему он, собственно, не спешил спасать моего мужа. Он имел определенные планы. Я запишу об этом отдельное видео, потому что это на самом деле страшно вспоминать, рассказывать. И вот у меня, я не знаю, почему последние два дня все эти воспоминания в моей голове, я думаю, у меня как бы нелегкая такая судьба была, и жизнь, и переезд в Штаты. И вот почему я должна была еще с этим столкнуться. Но, слава богу, как бы все обошлось. И сейчас у нас все хорошо. Второй был момент, когда я спасла жизнь своему мужу, когда мы уже стали ближе, я обнаружила у мужа новообразование. И оно было довольно-таки большое. Я ему говорю, слушай, у тебя что-то не в порядке. А он отвечает, нет, я с этим живу, как бы некоторое время, мне это не причиняет неудобств. В общем, я была в ужасе. Новообразование было реально большое и неестественное, неприродное. И что делать? Я начинаю настаивать, чтобы мой муж пошел к врачу. Чтобы пойти к врачу, то есть он должен был бросить работу, сидеть на телефоне, ехать сначала к семейному врачу на осмотр, чтобы она дала направление к другому, к профильному врачу. Все это долго, и он не захотел с этим возиться. Я поняла, что сама я тоже не справлюсь, и начала звонить взрослой дочери моего мужа. У него здесь живет взрослая дочь. И я имела ее телефон и говорю, давай разбирайся, потому что с отцом проблемы. Я рассказала, какая ситуация, и она все взяла в свои руки. Она позвонила, назначила встречу с врачом, и уже мужу невозможно было отвертеться, потому что это девушка, молодая женщина. У нее такой, знаете, твердый характер, и она молочинка, она очень хорошо сработала. Она не проигнорировала, ну, казалось бы, тоже ее мама и родной отец не в разводе, и не живут много лет. То есть мой муж на мне женат уже третий раз. До этого у него было две жены. Первая, с которой он приехал сюда, в Штаты, они развелись, и вторая вот та, которой уже нет в живых. То есть на момент знакомства я... Я знакомилась со вдовцом. То есть он не был разведен, он был уже вдовец. Вот. И, да, моего мужа отправляют на операцию. Слава богу, это было доброкачественное образование. Опять же, непонятно, во что оно могло бы перерасти. И также я очень рада, что мне удалось настоять на том, чтобы мой муж прооперировался. Ну, еще, конечно, такая ситуация была. Вернее, не ситуация, а это уже вошло в привычку у моего мужа, к сожалению. Он жил с этим квартирантом, и квартирант его спаивал. Спаивал каждый день и регулярно. Причем это были крепкие напитки, вискарь. Это было страшно. То есть запои для понимания продолжались иногда по две недели. Я тоже не знала, что с этим делать. Моего права голоса здесь не было. Я просто жила, присматривалась. Естественно, готовила, убирала за ними. Но найти выход я не могла на тот момент. И, слава богу, у мужа были хорошие друзья. Они мне говорили, не спеши уезжать, подожди. И потом возникла ситуация, когда мой муж все-таки прекратил общаться с этим квартирантом. Сейчас у нас в доме не водятся крепкие напитки. Даже вот сейчас стоит вино. Оно не откупоренное. То есть мы также решили эту проблему. Каким образом, я расскажу в дальнейших видео. И куда ушел квартирант. Подписывайтесь на канал. Будет интересно, обещаю. Спасибо за просмотры. Всем хорошего настроения. Берегите себя, будьте здоровы. Живите с любовью. Ваша Света, США. Люблю вас. Живите себя, будьте здоровы. Продолжение следует...